Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 5 сентября, Православная Церковь совершает отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Отдание праздника Успения Божией Матери, как и сам праздник, особенно почитаем в Троице Сергиево Лавре. Центральный собор монастыря посвящен Успению Божией Матери. В Лавре с большим благоговением относятся к святыням Богородицы, доступным для всеобщего поклонения. Это часть Ризы Богородицы, хранящаяся в Серапионовой палате, и часть камня от гроба Богородицы, переданная из Лавры в Черниговско-Гефсиманский скит. Кончину Богородицы Церковь называет Успением, а не смертью, потому что обычная человеческая смерть, когда тело возвращается в землю, а Дух Богу не коснулась благодатной. Событие Успения Матери Божией не является поводом для скорби и слез. Побеждены законы природы в тебе, Дева чистая, воспевает Святая Церковь в тропаре праздника. В рождении сохраняется девство, и со смертью сочетается жизнь. Прибывая по рождению Девою и по смерти живою, ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твое. Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечно блаженной и после трех дней с нетленным телом вселиться в небесное нетленное жилище. Она опочила сладким сном после тяжкого бодрствования ее многоскорбной жизни и приставилась к животу, то есть источнику жизни, как Матерь Жизни, избавляя молитвами своими от смерти души земнородных, вселяя в них успением своим предощущение жизни вечной. Поистине, в молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование гроб и умерщвление неудержаста. Успение Божией Матери утверждает нас в блаженном уповании жизни вечной. Не только душой, но и своей плотью Богоматерь вознесена на небо к Сыну Своему и Богу нашему. И с тех пор мы обрели вечную ходатайцу перед Сыном ее, который благодатью Божьей через таинство Святой Церкви возрождает нас для жизни вечной, где не будет ни печали, ни воздыхания, но вечная радость в нем и с ним. Наша вера учит нас, что будет второе пришествие Христа Спасителя и последняя встреча каждого человека с Богом. Встреча, при которой каждый получит уже окончательное определение. Тот, кто хотя бы в момент смерти обратился к Богу, будет принят Господом. Многим помогут молитвы Святой Церкви, которые она совершает за усопших. А усопшие, как вечно живущие у Бога, получают от Него благодать молиться за живых. Такова радость нашей веры и нашего молитвенного общения. Такова радость, укрепляющая нашу веру в бессмертие и заставляющая нас заботиться на земле о своем спасении. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Мученика Лупа, священномученика Иринея, епископа Леонского, преподобных Евтихия и Флорентия, святителя Калиника, патриарха Константинопольского, а также новомучеников и исповедников российских. Священномучеников Ефрема, епископа Селенгинского, Иоанна Восторгова-Пресвитера и мученика Николая Варжанского. Священномучеников Павла Гайдая и Иоанна Карабанова-Пресвитеров. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Благодарю вас! Благодарю вас! Благодарю вас! Субтитры создавал DimaTorzok